Сегодня мы рассмотрим некоторые вопросы только работы с ножом. То есть, понятное дело, что нож, когда идет и можно работать на телесном уровне, но это всегда сложно, потому что нож очень динамичная такая штука, которую можно с трудом поймать. И работать на телесном уровне всегда сложнее. Но оператор, который управляет, собственно, оружием, и он в этот момент, то есть мы договорились, что любое оружие – это концентрата внимания. Все внимание у человека, оно обжаривается прямо на самом принятии. И если вы будете управлять, теперь, собственно говоря, тем человеком, который управляет всеми, или пиару, в которую вооружен этим ножом, то, соответственно, будет все проще немножко. Управлять можно по-разному. Даже быстрые движения, те же самые вот эти движения, которые вызывают некое зависание. Но есть еще один момент такой. Человек, который наносит удар, у него цель – нанести поражение, которое вызывает некое мое страдание, боль, а значит напряжение моему сознанию. Он это отслеживает как напряжение сознания. И, соответственно, он добивает этой цели. То есть у него, получается, до того, как он увидел или ощутил даже через тактильные ощущения, через рукоятку состояние глинка, попал он в тело или нет, он своим состоянием сознания считывает мою душевную боль от боли физической. И если дать ему в виде бычка эту боль чуть раньше, а потом убрать, возникает некое зависание. То есть есть работа внутри. Есть удар. Пусть быстрый. Такой быстрый. Ну дальше. Оп. Еще ищи, еще, еще. Опа. Еще ищи. Вот такого движения, да. Пап. Видите, все, все закончилось. Ну и динамика еще не началась. Давайте позже чуть-чуть еще. Видите, движение замедлилось. Я не сделал быстрее. Движение стало медленнее. Итак, смотрите. Дал эту боль, убрал. Все. Движение рассыпалось. Идет остаточная инерция, которую он сам же ее и гасит. Эту инерцию. Поэтому можно вот эту работу сокращать. Работа становится очень медленной. И скорости, как таковой, уходит. Да, вы можете работать с бережкой точно так же. Выбросили. Движение замедлилось. Он зависит от этого ли тела. Вы можете образ цели. Да. Вы сдвинули образ цели. Вот тут зарезал его. А вы забрали. Да. Да. Вы можете его сместить к нему вперед. Вот сюда. Вот видите. Вот туда, туда. Но тут сила. Видите, то есть он ударил. Пап. И нужно потом успеть дойти. Вот. Проще, конечно, этому расцеливающемуся. Раз цели примерно. Взять, раз цели, хоть туда. И он зависит от всех. Ну и в конце концов отдать ему совсем туда. Вбросил туда. И пусть он пока внимания там что-то ищет. Вы уже отобрали нож и сработали с ножом. То есть проще все-таки работать на человека, на его сознание, чем пытаться соревноваться скоростью, то есть его конечностью и которая вооружена клинком. То есть это понятно. Аминь. 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 Аминь.